Здарова, меня зовут Дигл, спасибо Балату Завгарову и Шейху Лиджа Стерлинку за поддержку на Патреоне. На юбилей моего канала в прошлом месяце я спросил у тебя, что ты хочешь узнать о One Punch Man от меня. Ты задал несколько... интересных вопросов, а сегодня я собираюсь на них ответить, но для начала... Спасибо Darkness Rises за спонсирование части этого видео. Darkness Rises это эпическая ролевая игра в стиле фэнтези, в которой тебе нужно будет спасти мир от вторжения демонов. Сражаясь с интересными и сложными боссами, следуя по захватывающему сюжету, окруженным великолепной графикой. Выбери персонажа по вкусу среди добротного выбора классов, позволяющего создать своего героя с нуля и опустись во тьму. Воспользуйся уникальной RPG-механикой «Связь душ» и захвати контроль над злобными монстрами, чтобы обратить врагов против самих себя. А затем создай отряд из легендарных героев и отправляйся в рейды по подземельям, чтобы найти редкую добычу. Только помни, что сложность PvE-сражений увеличивается, чем дальше в бездну ты углубляешься, так что будь готов проверить все свои навыки на прочность. А использовав код на экране, ты получишь 3000 самоцветов, 10 костюмных билетов и 10 билетов снаряжения в подарок. Переходи по ссылке в описании или закрепленном комментарии на Darkness Rises и начинай свое эпическое путешествие уже сейчас. Какой персонаж One Punch Man для тебя самый бесячий? Ну, это очевидно, блевотный фюрер бесит меня больше всего. Можно здесь, конечно, еще упомянуть совет мечников, которые появились только для того, чтобы сдохнуть, но блевотный фюрер это прям как плевок в душу, знаешь. Безобразный фюрер сам по себе был одним из самых страшных персонажей. Он прям внушал своей жестокостью. Сначала отмутузил маску, потом зомби-мена, потом собирался убить ребенка императора, потом Бэнга. Просто его было не остановить и тут он становится блевотным фюрером. И тут вспоминаем, что One Punch Man это комедия и он такой стоит, ничего не делает, все вокруг него просто прыгают, сами себя убивают. С ним же связаны смерти этого бесполезного совета. Толк от него в истории никакой, он ничего не сделал и оттянул на себя кучу хронометража, появлялся во многих страницах, непонятно зачем. По итогу все это, видимо, было нужно для того, чтобы его слил Гару, но мне просто ну прям очень не нравится этот персонаж. Лучшие пары One Punch Man One Punch Man это не романтическая комедия про школу, потому что в нем не особо много школы и нету романтики. Поэтому никакие персонажи в принципе хорошей пары не образуют, в этом нет смысла, никто из них и не пытается. Насколько я знаю, у нас есть всего две пары One Punch Man, это Электросом и Майка Плазма и Сайтама с Геннесом. Поэтому я не знаю, что ты хочешь, чтобы я тут сказал про лучшие пары One Punch Man. Почему нам не показывают потенциал биты? Да, вообще-то уже показали, против Гару он себя вполне себе неплохо показал и Мурата говорил, что если бы тогда не остановили биту, он бы убил Гару. Да и сейчас он уже приперся, что-то он делать будет всему за свое время, подожди, когда настанет момент бить и раскрываться. В One Punch Man и так такая куча персонажей, уже сколько из них раскрыли, не надо требовать всего и сразу. Что автор хочет показать читателю через образ Гару? Ну это ты, конечно, меня нагрузил. Откуда я знаю? Я же не Ван, не я же придумывал этого Гару. Я не знаю, что Ван хочет через него показать. Если мое мнение нужно, то может быть разницу между ребенком и взрослым. Гару это такой ходячий сенан, протагонист его детские порывы, обоснованная мотивация тем, что над ним издевались в детстве, что его никто не понимал. Но при этом также абсолютно непродуманная мотивация, потому что если бы он там минутку хотя бы поразмышлял, он бы пришел к выводу, что это бред собачий. Также, например, когда он сам себя спрашивает, что значит быть монстром, он не может придумать ответ. Так что, наверное, Гару это то, что будет, если ребенок получит силу и решит реализовать свои желания. Может быть. Насколько сильна одна клетка черноспермия? Как бы многие не думали, но мы ни разу не видели одной клетки черноспермия в манге. Разве что в вебке, по-моему, осталась одна клетка. Но все, что было в манге, это были либо тысячи, либо еще больше. Нам вот недавно показывали 100 клеток, которые уворачивались от стальной биты немного. Но это довольно парадоксально, потому что 10 тысяч клеток не могли увернуться от биты. Че-то не туда ухожу. Короче, одна клетка, скорее всего, по силе примерно как ребенок. Я не знаю. Что из себя представляет усиленная форма монстров? Ээээ, усиленную форму этих монстров? Может ли кто-то из вампанчмана нанести урон Сайтаме? Нет. Сможет ли Псайкорочи выдержать удар Сайтамы и сможет ли поднять его своим телекинезом? Тут все очень похоже с Тацумаки. Будет сильно зависеть от желания Сайтамы, как я много раз уже говорил. Если он будет просто стоять на месте и даст себя поднять, может быть, я немножко сомневаюсь, все-таки она намного слабее, чем Тацу. Но, с другой стороны, этой сцены в манге у нас тоже не было, где Тацу бы поднимала Сайтаму. Короче, я думаю, что, может быть, она сможет его поднять. А насчет выдерживать удар, так она уже его выдержала, когда ее кусок прилипкал из сини Сайтамы. Прямой удар по себе? Может быть. Все зависит от того, как захочет этого Сайтама. Это ответ на оба твоих вопроса. Может ли Сайтама утонуть? Может ли он убить себя? Утонуть? Я думаю, нет. Убить себя? Да, но он не умрет. Сколько Сайтама может продержаться в космосе? Сколько ему будет нужно? Может ли Бласт быть связан с организацией? И является ли он героем на самом деле? Может, но к этому нет никаких предпосылок. Просто так же мы ничего о нем не знаем, что этому бы противоречило. Возможно, его костюм был создан организацией. Может быть, то, что его сын состоит в нау героях. Возможно, его связывает с организацией. Все это довольно бесполезные спекуляции, которые ни на чем не основаны, поэтому я их не делаю. И если нужно мое мнение, думаю, да, он является героем. Как думаешь, какому финалу в конечном итоге придет манга Ван Панчмена? Мое мнение по этой теме никак не поменялось. Почему на Сайтаме остаются следы от ударов? Ну смотри, примерно по той же причине, почему от карандаша остается след на бумаге, или если ты ботинком по линолеуму проведешь, то же след останется. Скорее всего, это просто части из самих тех, кто наносит удар, которые на Сайтаме остаются, а не урон, который Сайтама получает, и не порезы какие-то на нем. В экстре это, скорее всего, ради шутки. Ну, я не знаю, может, у Вана какой-то там зловещий план, потому что кошки могут победить с этому, я не знаю. Если бы Сурью монстрифицировался, он был бы сильнее Гокетсу или слабее? Хм, еще один вопрос, с которого нам нечего судить. Гокетсу у нас был победителем первого турнира, который вроде как был более масштабный, но в нем не участвовал Бэнк и также не участвовал Сурью. Сурик у нас побеждал на нескольких турнирах, но они были уже поменьше, и там участники довольно-таки слабенькие. По силе Сурик себя показал на высокого демона, может быть, там почти низкий дракон ХЗ. И я думаю, что Гокетсу был примерно того же уровня. Высокий демон, низкий дракон, я сомневаюсь, что он был особо выше. Так что тут может быть что угодно. Я думаю, что, может быть, Сурью был бы сильнее, потому что у него воли побольше, чем у Гокетсу. Может быть, тот как-то слишком быстро сдался, я не видел на нем особых повреждений после боя с Орочи. Не знаю, тут не о чем особо судить, я думаю, Сурью был бы сильнее. Как тебе идея оценить силы героев так же, как в Семи Смертных Грехах? Плохая идея. Может ли Борос летать? Эй, в аниме он у нас там во все стороны летал как хотел, в манге не особо. Но в принципе, учитывая всякую там энергию, наверное, если бы очень захотел, мог бы и летать. Я не вижу причин, почему он бы не мог этого делать, кроме тех, что он этого не продемонстрировал. Злодей из Джоджа, который захватывает вражеские души, победит Сайтаму без каких-либо шансов. Как бы ты опроверг это утверждение? Да элементарно. Его нет в Ван Панчмане. Был ли неан драконом? Да, и весьма сильным. Ой, он не победил Гамазека с одного удара, так он и не пытался, ты вообще видел этот фрейм? Он же там прямо зевает. Он думал, что легко мимо будет проходить, просто зацепит Гамазека и тот сдохнет, но тот не сдох. И дальше Гамазек просто его устрашил своей аурой. А против Технорыцаря, я думаю, он бы победил, если бы у Техноря не было подготовки. И если бы ниан не был прям настолько в себе уверен и просто там мансил куда-нибудь, уворачивался бы от него, рано или поздно у Технорыцаря бы просто закончилась батарейка. Так что не надо ниана недооценивать, он был сильным драконом. Почему Ван Панчмана отошел от комедии? Что? Он никогда не отходил. Комедия это не только шутки про Лысину Сайтаму и про то, что он всех с одного удара побеждает. Вся вселенная Ван Панчмана это комедия. Все всегда разрешается тем, что приходит лысый мужик и побеждает с одного удара любую проблему. А если ты хотел просто каких-то повседневных шуток и эпизодических таких арок по 2-3 главы, ну, сори, Вану это было неинтересно, но он хотел какую-то историю написать. И если бы Ван Панчман был только такими эпизодическими историями, как это было в самом начале, я бы не был в нем настолько заинтересован. Кто, по-твоему, сильнее? Атомный самурай с клинком солнца или Бэнк с дыхательной техникой? Ээээ, ну я даже не знаю, с чего тут судить. Они никак друг с другом не встречались, не сражались с какими-то сопоставимыми соперниками. Атомный самурай у нас смог отрезать руку Златоспермию, но тот не особо сопротивлялся и так чисто на фане был. Бэнк у нас держался против Гару, но по итогу проиграл и там Гару без сознания. И по итогу Гару со Златоспермием сражаться не будет, он будет сражаться, скорее всего, с платиновой формой. Так что мы тут даже в будущем фиты никакие толком не составим. Я думаю, если атомный самурай победит первым ударом, то атомный самурай победит. А если не получится, то, скорее всего, Бэнк, потому что у него просто выносливость закончится очень быстро. И я думаю, что Бэнк со своей дыхалкой подольше продержится. Смог ли бы Бэнк победить Златоспермия в манге? Прям вот из того же разряда вопрос. Может быть? Тут все будет упираться в выносливость обоих. У кого бы быстрее закончились силы у Бэнка или клетки у Чеса. Если мы приравниваем Бэнка с дыхалкой к атомному самураю со своим клинком, наверное, у Бэнка были бы хорошие шансы, но, с другой стороны, выносливость у него не так уж и много, и в дыхательной технике он может не бесконечное количество времени находиться. Хз. Мое мнение, может быть. Я думаю, я ответил на все более или менее вопросы. Если у тебя есть какие-то еще, можешь задать их в комментариях. Не то, чтобы я на них отвечу, но, может быть, кто-нибудь другой тебе на них ответит. Подобное видео с ответами на вопросы я уже давненько не делал, с 2019 года. И, в принципе, нету особо смысла делать их часто. Надеюсь, ты меня простишь за рекламу вначале. Давно у нас их уже не было. А за поддержку на Патреоне хотелось бы поблагодарить Александра Моисюка, Королла1, Виктора Волкова, Дюнюкария, Сакуриного Фляйша, Жирную Жопу Хмеля и Салатика. Также спасибо всем патронам поменьше и спонсорам, которые поддерживают меня здесь на Ютубе. Если ты хочешь к ним присоединиться и поддерживать меня материально, ты можешь, конечно, прийти на мой Патреон или спонсорку, но также можешь кликнуть на ссылку в описании или там в закрепленном комментарии и поиграть в Darkness Rises. А вещал для тебя, Дигл. Пока!